Часть номер 256. Бывало на грузинских концертах? Первый раз. Честно, первый раз. Не видела никогда грузинских танцев? Вообще, абсолютно. Ну так по телевизору, как бы, садрится, знаете ли. Так как оно есть. Не, бомба, бомба. Грузинские танцы, я не знаю, насколько... Сейчас посмотрим и скажу свои отзывы. Поехала в Грузию центр открывать? Ну, если бы это можно было реально сделать, туда. А что нереально? Туда, конечно, поехала. А что нереально? Вот если консул приедет в Грузию, а он может туда приехать. Только с вами, дядя Юрьевна. Нет, что ты же со мной. Ты что знаешь? Что значит? Я же вызвала тебя к вызову. Не, не, я не поеду. Я не поеду. Вы еще сами не знаете, что поедете. Смотри, вот приезжает к нам сюда на открытие выставки консул в Грузию. Угу. Ты пишешь письмо. Ему. Просьбу. Не, не, ему. И туда, к вам, к вам туда. Угу. У вас кто принимает решение? Наверное, что по открытию других регионов принимает решение вообще? Я в России уже. Да. Больше стоящих. Друзья, напомни мне их фамилию. Кабанов. Я не знаю. Ну, я не говорю Кабанов. Там есть Александр, не Александр, а Сергей Кабанов. И Андрей как-то черри-чери-чери-чери. Чари-чери. Они же принимают решение. Чери-чери? Ну, как-то не, не. Ча-ча-ча-ча-ча. На чери. Киричка. Молодые пацаны. Молодые ребята. Ты гирич? Нет. Гирич – это пою-пою. Тут он свое дело делает. А черри-чери? Ну, не чили-чили. Как-то по-другому. Я не помню. Но это круто было. Это псевдоним. Ну, не помню фамилию. Там в интернете он есть. И фотография его есть. Там есть про него. Ну, представляешь, насколько бы это было круто? Это вообще бомба. Вы в Грузии? Вы на Смоза сразу. Вы открываете в Грузии? Да, все. А у них проблема существует. Ну, конечно. У них проблема обалденная. Раз они сняли такой фильм, не побоялись снять этот бомбовый фильм. Значит, проблема есть. Попутчики. Запомнила этот фильм? Да. Ну, у меня же записано. Да, обязательно его надо будет посмотреть. Нарыв надо будет в интернете. Понравишь? Представляю. Представляем открывать туда преображение. Вы руководитель, я ваша правая рука. Я не могу быть руководителем. Ну, хорошо, я руководитель, я моя правая рука. Как я могу быть руководителем? Нет, руководителем должен поехать в Грузию туда. Че цей Грузии? А че тут? Ну, выйду замуж за Грузина, буду почти шел. Да? Ну, а шо? Тоже варик, кстати, нормальный, да? Так есть один тут на примете в Одессе. Грузин? Да. Кто такой? Есть. Начальник Монак, кто такой? Есть. Георгий его зовут. Гриша? Нет, Георгий это как я, Юра. А че? Георгий это Юра. Он же Гоша, он же Жора, он же Юра. Он же Юра, он же Юра, да, Егор, он же Егор. Точно-точно. Ну, не знаю, схема устраивается. А я не знаю, он пластом лежал там. Где? Потом скажу тебе, где. Я поняла. Сейчас пока кино идет. Ну, так устраивается, система занимает, устраивается. Ну, опять же, без интернета. Сложно все это без интернета. Стоит же задача расширять пространство. Ну, да. Да? Да. Стоит. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, дорогие и уважаемые гости, друзья и соотечественные. Как уже отмечали наши ведущие, сегодня мы собрались в этом зале на презентацию вновь созданной общественной организации Национально-культурного общества «Иберия». Это мероприятие приурочено 20-й годовщине про разглашение независимости Грузии. Говорят, в то время, когда Бог распределял места для разных народов, Грузии, как и урожаясь немножко, Бог уже закончил распределение земель, когда к нему пришли грузины. Удивленный Господь спросил, где они были до этого времени. Мы произносили «тостыр, твою честь», — ответили грузины. Польщенный Господь сказал, раз так, то я дам вам отличный кусок земли, который отложил для себя. Так грузины получили Грузию. Шли годы, столетия, тысячелетия. Грузины жили и трудились на благословенной земле. Рождались, воевали за свободу и умирали с честью. Для свободолюбивой нации нет ничего более дорогого, чем государственность и независимость. 26 мая 1918 года правительство Грузии провозгласило независимость страны. Первая независимая демагнитическая республика Грузия просуществовала 3 года до февраля 1921 года. С 22 по 91 годы Грузия входила в состав СССР. Восстановление независимой страны было провозгласено 31 марта 1991 года. В ходе всенародного референдума 9 апреля 1991 года на основе результата всенародного референдума Верховный Совет Республики принял акт о восстановлении государственной независимости Грузии. На национальный праздник отмечается 26 мая, как это было в 1918 году. Вот уже 20 лет Грузия отвечает в день своей независимости. Грузия – Сахатвера, одна из древнейших стран, которые упоминаются еще в древних исторических записи. В воле судеб после развала СССР многие грузины по разным причинам вынуждены были погибнуть родину. Некоторые из них остались на Украине и в частности в Николаеве. Мы с гордостью вспоминаем грузин, которые своим трудом носили и вносят в лепту социально-экономическое и политическое развитие города Николаева. Достаточно вспомнить покойного Наталья Чартурия, бывшего директора завода «Океан», а также Кубраца Демура, Ишлеры, Азора и других. Мы благодарны украинскому народу за дружеский прием и поддержку. Низкий поклон вам, дорогие друзья, за это. Украина была и остается самой надежной, а особенно после развала Советского Союза, транспортной артерией с Грузией. Обращаясь к своим соотечественникам, хочу еще раз поздравить вас с созданием грузинского национально-культурного общества Иберия, которое для нас с вами должно превратиться в маленькую Грузию в городе Николаевске, теплым уголком нашей ручки. Николаевские грузины. Среди нас, наверное, нет человека, который не болел бы сердцем за свою страну. При нашем обществе создается фонд поддержки грузинской диасмены, целью которого будет проведение национально-культурных мероприятий, и общественная организация будет заботиться о каждом из соотечественников. Возрождение нашего общества должно стать для всех нас средством для сплочения и предметов гордости нашей родины. Знания культуры, традиций, языка, у которых нет аналогов в мире, позволят нам оставаться сыновьями и дочерли своей отчизны. Пусть Бог хранит вас! АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня поздравить нас пришли уважаемые гости, представители разных структур государственной власти, органов местного самоуправления и представители национальных культурных обществ Николаевской области. Слово для приветствия предоставляет заместитель начальника отдела национальности ОГО-администрации Чапотареву Виктору Александровичу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Доброго дня, шаново-друзі! Я радий привітати вас поддельним святом, який сьогодні вбувається в руку в зоне учителя нашей стыни Николаевской земли. З Днем Дезалежности, друзей, а також з нашим маленьким, чи великим, як я його назвать, це з презентацією нового товариства, яке виникло у нас на нашей Николаевщине. Це Грузинське товариство «Иберия». Я сподіваюся, що ми будемо долго і притно співпрацювати в відділу справах національності і національно-культурних грузинських товариств. Будемо один одного підтримувати. Університет ім. Сулкоплинського Греченка Геннадія Васильевича. Першова. 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 Мы всем живем в Адмирске, в Украине. Я рад, что сегодня добавилась еще одна, так сказать, еще одно плечо в нашей национальной державе. Что мы можем сказать? Мы только радуемся, что на нашей земле все мы живем мирно, что у нас нет тех, как бы сказать, помягче, скорбных событий, которые мы смотрим по телевизору, и особенно последние дни. Я хочу, чтобы и в дальнейшем здесь, на нашей территории, на Николаевщине, сюда царила дружба, взаимопонимание, и наш университет уже открыл многие культурные центры, последние парк Балгарской культуры. Я приглашаю, я думаю, что на территории нашего университета будет открыт центр юридейской культуры. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА